МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Татьяны Молокова. Сегодня премьер правительства России Дмитрий Бедведев проверил готовность школ к новому учебному году. Причем не покидая пределы кабинета. Глава правительства провел видеоконференцию с представителями регионов. Участвовала в ней и Чувашия. 97% образовательных учреждений Чувашия готовы к новому учебному году. Подробнее Ольга Пырочкина. Добрый день, уважаемые коллеги, все, кто нас видит и слышит. У нас сегодня в широком составе с участием руководителей регионов или заместителей обсуждения готовности школ к новому учебному году. Буквально через пять дней 13,5 миллионов молодых россиян сядут за парты. Полтора миллиона из них в первый раз. Чтобы выяснить, какие преграды могут встать перед школьниками на пути к знаниям, глава правительства собрал так называемое селекторное совещание. Выяснилось, что к 1 сентября готовы далеко не все. Опасения вызывают ситуацию только в шести регионах. Это Чукотский автомобиль Новгород, Магаданская область, Республика Тыва, Красноярский край, Республика Малышетия и Немецкий автомобиль Новгород, где готовы к новому учебному году пока менее 60% школ и детских садов. Чувашии в числе отстающих не числится. Для более чем 300 тысяч школьников республики первый звонок прозвенит вовремя. На подготовку образовательных учреждений региона из бюджетов разных уровней выделили более 2 миллиардов рублей. Мы перед школой поставили задачу, чтобы 15-му числу, но крайний срок 20-му числу подготовить все школы, все учреждения образования к новому учебному году. А я их напомню более тысячи, тысячи шесть, если быть более точным, которые находятся только в системе образования. В принципе, они все сегодня готовы к новому учебному году, подписаны акты. И, соответственно, есть одна школа, которая, лицей Лебедева, помните, наверное, да, история, которая закрыта на ремонт. Она находится сегодня под вопросом реконструкции и ремонта, в принципе, решается судьба этого лица. Поэтому, исходя из этого, остальные все учреждения образования готовы к началу учебного года. В новом учебном году школу Чувашии продолжат оснащать современными компьютерами, лабораторным оборудованием, спортивным инвентарем и книгами. На это планируют потратить почти 600 миллионов рублей. Кроме того, около 80 миллионов пойдет на то, чтобы дети хорошо питались, на модернизацию школьных столовых. Ольга Пыречкина, Николай Яковлев, Республика. В Чувашии 28 августа с 10 до 11 в приемной президента России пройдет горячая телефонная линия. На вопросы будет отвечать первый заместитель министра образования и молодежной политики Светлана Петрова. Свои вопросы, связанные с организацией учебного процесса, в соответствии с новым федеральным законом об образовании в Российской Федерации, можно задать по телефону 39 36 81. И еще несколько цифр. К осенне-зимнему периоду объекты жилищно-коммунального хозяйства готовы на 84%. Всего на работы по подготовке к холодам в этом году будет направлено более 6 миллиардов рублей. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Такие цифры назвал на еженедельном совещании у главы Чувашии, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Олег Марков. О проблемах подготовки к зимнему отопительному сезону и их решении в нашем репортаже. К 15 сентября все объекты жилищно-коммунальной сферы будут готовы, заверил министр. Сейчас прошли опрессовку 92% тепловых и водопроводных сетей. Почти столько же ветхих заменили. Создан запас топлива. В Комсомольском, Цивильском, Шимушинском, Ядовских районах, город Новочебоксарский и Канаж готовность составляет более 90%. В двух муниципалитетах готовность составляет менее 70%. Это в Чебоксарском районе и в Урнарском районе. Но здесь есть объективные причины. Объекты будут подготовлены своевременно и в срок. Почти наполовину за лето сократилась задолженность предприятий жилищно-коммунального сектора за газ на 26% за тепло. По городу Шумерли, в принципе, с помощью республиканского бюджета сегодня покажена задолженность в сумме 60 миллионов рублей. На сегодняшний день задолженность за потребленный природный газ составляет 54 миллиона. Тенденции снижения есть. Главный государственный жилищный инспектор Чувашской республики Иван Никитин рассказал, что ситуация в Шумерли опасений не вызывает. Работа по подготовке к зиме там идет в рабочем порядке. Всего за лето госжилинспекция провела более 200 проверок. Выявила немало фактов срывов сроков выполнения ремонта. Получила более 100 звонков из Новочебоксарска о текущих крышах. Хотя в докладе представителя города Спутника все было более-менее гладко. Более 100 домов сегодня имеют протечки крови. Однако, вот этот вопрос, он не только у государственной жилищной инспекции, но у населения вызывает очень большие опасения. Игорь Борисович, Вы знаете адреса этих домов? Да, знаем. И вот я еще раз говорю, 5 домов мы включили в программу 50 на 50. Это которые имеют достаточно серьезные проблемы с кровлей. А все остальные дома мы в рабочем порядке решаем. Это почему затянули? Сезон-то уже практически, можно сказать, почти что прошел. Но есть проблемы по конкурсной процедуре, потом с собственниками пока определялись. Нет, нет, нет. Вот ты, Игорь Борисович, вот это нельзя так говорить. Есть весна, да? До мая месяца конкурсы надо все проводить. В мае месяце надо начинать работать. Каждый человек, который отвечает за эту сферу, на каждом участке должен нести свою ответственность, выполняя свои прямые функциональные обязанности. Люди, в конечном итоге, должны получить свое время на тепло и горячую воду и все остальные блага. Руководитель Госслужбы занятости населения рассказал, что в 2013 году удалось снизить количество безработных на 13%. Более 4,5 тысяч человек сейчас зарегистрированы в центрах занятости, при том, что вакансии от работодателей более 20 тысяч. По уровню регистрируемой безработицы Чуваша на третьем месте в ПФО. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. Яблок, груш и винограды от местных производителей в ближайшие выходные в городе станет еще больше. Фрукты и овощи, другую местную продукцию можно будет приобрести на ярмарках «Ходары осень», которые откроются в будущие выходные. Для работы сельхозярмарок в городе организовано 49 площадок. Продавать сельхозпродукцию будут как на территории городских рынков, так и в микрорайонах. Лучшие места на наших рынках городских должны предоставляться нашим сельхозпроизводителям. Ожидаемая ассортимент реализуемой продукции – это семена картофеля, лука, свеклы, моркови, саженцы и продукция перерабатывающих предприятий и прочее. Сделать город чище. Появился еще один повод для неравнодушных убрать от мусора скверы и парки. 31 августа в рамках Года охраны окружающей среды пройдет акция. Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Берендеевский лес, дубовую рощу и другие места массового отдыха приведут в порядок в первую очередь, подчеркнул глава города. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Ядрид в минувшие выходные отметил День города. Обширная культурная программа, выставки, соревнования, концерт и салют – так отпраздновали ядринцы очередную знаменательную дату. Самые достойные жители города получили награды из рук главы Чувашии. Побывала на праздники в Ядрине и наша съемочная группа. Город Ядрин основан в 1590 году как крепость укрепления после взятия Иваном Грозным Казанского ханства. Название населенного пункта кто-то связывает с именем чувашского богача Ядрина. Здесь находились его селения. Другие утверждают, что здесь лилиядра для артиллерии. Впрочем, этому факту нет документальных подтверждений. Первыми жителями крепости были стрельцы, пушкари и другие военнослужащие. Порой численность населения достигала 195 человек. Сегодня в городе проживает около 10 тысяч. И все они гордятся не только славной историей родного края, но и его настоящим. Зеленый город, чистый город, красивый город. Очень хорошее место. Из нашего Ядрина вышли такие знаменитые люди, которыми мы очень гордимся. Николай Мордвинов, Зоя Миронова, спортсменка Мария Гущина. Также знаменитые люди, как Таня Юн. Конечно, для Трофимовых сейчас важнее другое событие – рождение их семьи. По словам молодоженов, специально этот день не выбирали. Но то, что день брака сочетания совпал еще и с Днем города, их только радует. Надеются, что история их семьи будет такой же долгой и богатой, как и история их родного города. Рождение вашей семьи связано с городом? Да. Мы здесь познакомились? Да, мы здесь познакомились. Главное мероприятие, посвященное Дню города, прошло в парке «Старый город». Поздравить ядринцев приехал и глава республики Михаил Игнатьев. В городе и районе есть стабильно развивающиеся предприятия. Тому подтверждение выставка. О том, что здесь комфортно и приятно жить, рассказывают сами жители. Здание РОВД построили недавно. Дома высотные строятся. Детский садик новый открылся. На месте бывшего детского дома. То есть, все идет к лучшему. Глава Чуваши сообщил о том, что к 1 сентября 2017 года всех жителей аварийных домов переселят в новые. Программа капитального ремонта и благоустройства придомовых территорий также немаловажна. Некоторые изменения ядринцы уже почувствовали. В этом году на строительство дорог муниципалитету выделено на 60% денег больше, чем в прошлом. С надеждой горожане ждут начала строительства высокоскоростной магистрали. Остановка будет на территории Ядринского района. Это что дает? Для жителей Чувашской республики, для вас всех практически по фактору времени пассажиры будут экономить свое время. За три часа практически, даже меньше, вы будете в Москве. Кто будет ехать с Москвы, будете уже дома. Кроме этого, инфраструктура рядом с этой дорогой будет очень мощно развиваться. История города пишется каждый день. На эти страницы попадут и те, кто из рук главы получил государственные награды. Ну а судьба завтрашнего дня зависит от тех, кто пока еще посапывает на руках матерей и отцов. В судьбу своей семьи они уже внесли определенный вклад. Именно с их рождением семьи получили федеральные или республиканские материнские капиталы. Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, «Республика». Сегодня в третьем часу дня в Чебоксарах остановились сразу 20 троллейбусов. Транспортные средства выстроились в ряд от остановки общественного транспорта хлопчатобумажный комбинат до Мегамола. Как рассказал очевидец Дмитрий Барышов, пробка образовалась из-за аварии, которую троллейбусы не смогли объехать. В Шумерли прошел конкурс профессионального мастерства водителя автобусов. В нем приняли участие 29 профессиональных водителей, представителей 9 транспортных предприятий республики. Номинации конкурса традиционные. Лучший водитель автобуса ЛИАС с механической коробкой передачи. Лучший водитель автобуса ПАС с бензиновым двигателем. Лучший водитель по знанию правил дорожного движения. После теоретического экзамена на знание правил практическая часть, в которой всем участникам предстояло на время и без ошибок преодолеть полосу препятствий. Проявить свой профессионализм в скоростном маневрировании на автобусах по категориям. Высокий уровень знаний, теории вождения автобуса показал представитель научебоксарского ПТП Анатолий Иванов, который занял четвертое место в прошлогоднем всероссийском конкурсе. Среди участников конкурса была и женщина Ольга Грещенкова, профессиональный водитель чебоксарского ПТП. Она отмечена дипломом «За волю к победе». Для нее соревнования такого уровня вторые по счету. По итогам конкурса лучшие будут представлять Чувашию на всероссийском конкурсе профмастерства водителя автобусов этой осенью в Новосибирске. Сотрудники Главного управления МЧС России по Чувашии провели с воспитанниками детского лагеря «Волна» урок безопасности. Познавательная встреча была организована в рамках Всероссийской информационно-профилактической акции «Лето безопасности на воде». Главный инспектор ГИМС Юрий Сеткин рассказал детям о правилах безопасного поведения. Узнали ребята, что на лодках и катерах по водоемам можно передвигаться только по правилам, а за порядком на водоемах следит Государственная инспекция по маломерным судам. Любознательные интересовались, где можно получить профессию спасателя. Жилет должен быть желательно оранжевого цвета, чтобы он был виден так же, как и круг. Из зеленой воды зеленый жилет можно не увидеть, а оранжевый жилет или спасательный круг обязательно увидят спасатели. И они придут к вам на помощь и окажут вам первую помощь. День рождения великого баса уроженца Чувашии Максима Михайлова отметили в Чувашском театре оперы и балета. Специально в честь 120-летия со дня рождения прославленного оперного исполнителя устроили большой голоконцерт. На сцене только дипломанты и лауреаты третьего международного конкурса молодых оперных певцов имени Михайлова. На праздники музыки побывала и наша съемочная группа. Театр оперы и балета стал заполняться задолго до начала музыкального праздника. Именно сюда, в воскресный вечер, торопились те, кто любит и ценит оперное искусство. Это очень значимое событие, без преувеличения. Вы сами видите, это народ как реагирует, как голосует за это мероприятие. Это география участников. Во-первых, она увеличивается и ширится. У нас на сегодняшний день здесь и китайцы, и Нидерланды. По признанию самих членам жюри конкурса, им было нелегко. Из 45 конкурсантов эксперты выбрали лишь 15. Именно столько вокалистов дошли до финала и получили почетные звания дипломантов и лауреатов. Среди них, что вдвойне приятно, 4 вокалиста из Чувашии. Лауреатам вручили денежные вознаграждения. Но главной наградой для многих из них – возможность получить путевку на большую сцену. Весь уровень этого музыкального праздника высокий. И Чувашии очень хорошо показались. У вас хорошая академия, хорошие педагоги. И Новгород прекрасно показался. Жюри почти единогласно решили свой вердикт. Но я очень рад, что много лауреатов. На Чувашской сцене гости из Китая. Сунь Лу стала лауреатом второй премии. Уже 8 лет она живет и учится в России. Но в подобном международном конкурсе участвует впервые. Мне очень понравилось и мне очень нравится этот конкурс. Потому что здесь участники все обряды очень выше уровня. И мне чувствую очень счастлива. А вот Диана Волкова не новичок конкурса. В Чебоксарах второй раз. Члены жюри отметили ее профессиональный рост. Предыдущий фестиваль, конечно, дал мне большой рост. Потому что я получила очень ценные замечания от членов жюри на мастер-классе. Ну, такие жесткие достаточно замечания. И как-то я стала работать над этим. И результат не заставил себя ждать. То, что подобные конкурсы помогают раскрепоститься, почувствовать зрителям, учат быть единым целым с оркестром, отмечают и другие участники гала-концерта. Любой конкурс, любой фестиваль – это школа. В первую очередь это experience, это работа с замечательными музыкантами, коллегами. Ты на этом этапе. Ты учишься, растешь, слышишь что-то новое, получаешь новую информацию. Для меня это большое счастье петь с оркестром русскую музыку. Потому что в Бельгии она звучит не так часто, к сожалению. И находиться в России, петь русскую музыку с замечательным дирижером, потрясающим музыкантом получать удовольствие, стоя на сцене, во время исполнения конкурса – это непередаваемые ощущения. Такие же непередаваемые ощущения испытывал в этот вечер и солист Чувашского театра оперы и балета Андрей Николаев, ставший лауреатом первой премии. Причем подарок в этот день он получил не только из рук министра культуры Чувашии, но и своей супруги. Когда в 7.30 утра я узнал, что у меня родился сын, я просто взлетел. И это настолько символично, что именно в этот день, день рождения Максима Доробьдоновича Михайлова, в конкурсе, который я участвовал и победил в этом конкурсе, это просто фантастика. Причем молодой отец уже успел поддержать новорожденного на руках и даже спел для него басом. Андрей Николаев не исключает, что сын пойдет по его стопам и будет прославлять имя Максима Доробьдоновича Михайлова и родной Чувашии. Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов. Республика. Небо над Чебоксарами в эти выходные раскрасили парашюты. Лучшие спортсмены из 19 стран и сегодня продолжают бороться за награды мирового европейского первенства. Спортсмены соревнуются в точности и в воздушной акробатике. В Чувашу съехались настоящие профессионалы. За плечами у каждого по несколько тысяч прыжков. С элитой парашютного спорта познакомился и мой коллега Дмитрий Ковалев. Когда мужчины укладывают парашюты в чехлы, небо над Чувашской столицей штурмует женская половина команды. Поблажек им не делает никто. С километровой высоты они устремляются вниз, чтобы попасть точно в цель. Площадка для посадки парашютистов снабжена специальными датчиками. В центре черный круг с небольшой желтой точкой. Если спортсмен попадает точно в цель, то все результаты высвечиваются сразу на табло. Румынской спортсменке удалось приземлиться прямо на желтую точку. На табло одни нули, в активе очередная победа. Вообще, Симона Стан за всю свою карьеру совершила более трех тысяч прыжков. Получается, что в небе в свободном полете парашютистка провела около пяти суток. Но даже с таким опытом рассчитать свою посадку в цель очень сложно. От человека здесь зависит не все. Каждый прыжок зависит от погодных условий, потому что надо выбирать и рассчитывать траекторию. Главная проблема – это погода и ветер. С высоты птичьего полета площадка для посадки все равно, что пятикопеечная монета. Парашютистки из страны красных драконов приземлялись на нее точнее всех. Китаянки стали фаворитками этого чемпионата. В составе национальной команды – настоящие профессионалы. Перед тем, как подняться в Чебоксарское небо, они больше года оттачивали точность прыжка. В Чувашию приехали самые лучшие. Я участвовала в национальных соревнованиях и была победительницей. Я уже во второй раз участвую в соревнованиях в России. Очень люблю вашу страну и мне нравится местная культура. Побывать в России давно мечтали и французские парашютисты. Честь этой страны в Чебоксарах отстаивали в основном новички. Соревнования для меня – это встреча новых людей и большая возможность показать хорошие результаты. Несмотря на стресс, я выступаю хорошо и довольна результатами. За европейские медали и всемирный кубок в Чебоксарах борются 150 парашютистов. Небо покоряют профессионалы и юниоры. На спортсменов возлагают надежды. Мировые парашютные державы уже давно негласно соревнуются между собой. Российская команда в Чувашии сделала серьезную заявку на победу. Ну просто о результатах до конца соревнований у нас не принято. Говорить и думать даже особо не принято. Ну как бы надо думать о работе и о том, что будет дальше. И анализировать я сейчас просто не в состоянии этот прыжок. Все нормально. Прыжок был хороший. Одержать победу и прыгнуть точнее всех для россиян принцип. Соревнования такого уровня в нашей стране проводятся впервые. Эти соревнования сосредоточены на точности приземления и акробатики, а также на Кубке Европы и Кубке Мира. А следующие соревнования пройдут в Боснии и Герцеговине. Ну похоже, что у России есть шанс принять в ближайшие годы очередной мировой чемпионат. Возможно, что парашютисты вновь вернутся в Чебоксары. Дмитрий Ковалев и Евгений Анисимов. Республика. Администрация Каменогорского городского поселения Выборгского района Ленинградской области просит помочь в поисках родных и близких Петрова Илья Петровича, 1911 года рождения, уроженца Цивильского района, погибшего в 1941 году под Ленинградом. Весной 2011 года в лесу близ местечка Кирова Выборгского района Ленинградской области было обнаружено неучтенное воинское захоронение. Среди погребенных оказался и наш земляк. Петров Илья Петрович. Известно, что семья Петровых проживала в деревне Тибикасы Цибильского района. У них было две дочери. Юлия Ильинична, 1936 года, и Валентина Ильинична, 1938 года рождения. Администрация Каменогорского городского поселения просит передать информацию о сестрах Ильиных в поселении. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова